Приветствую вас, и во всей этой ситуации мне, вот лично мне, я безусловно понимаю, что скорее всего вам ответит не один эксперт на вашу проблему, и я надеюсь, что вы получите, как бы, получите множество ответов на свои вопросы, но, тем не менее, давайте скажем так, вот лично для меня непонятно, что вы говорите, что фигурка вам угрожает, и угрожает, там она, я не знаю, она угрожает вас найти, она угрожает забрать вашего ребенка, она угрожает чем-то еще. Знаете, давайте подумаем вот как. Имеет ли она право забрать у вас ребенка? Нет. Имеет ли она право нарушать, как бы, ну, ваши пределы вашего жилья? Нет. Является ли нарушением то, что она делает, я имею ввиду с точки зрения моральной, с точки зрения, вот, как раз, объективной? Да, конечно. И вы знаете, если вашу свекровь действительно нельзя изменить, к сожалению, это так ее нельзя изменить, она вот такая, какая-то есть, то вы можете просто понять, где она в своем праве, а где нет. Если говорить о ее правах, то она в своем праве тогда, когда, в принципе, хочет своему сыну, своему ребенку добра, всего самого лучшего, но она не в своей праве, когда угрожает вам, и так далее. Я думаю, что вам нужно не менять место свидетельства, ибо это можно делать бесконечно. Я думаю, что вам нужно просто-напросто, один раз, советоваться с хорошим юристом, с хорошим адвокатом, который мог бы вам объяснить четко, ясно и понятно, на что имеет право ваша свекровь, на что она права не имеет, что она может сделать, что она не может. Какой бы она ни была, там, ФСБшник и прочее, она не может нарушать закон. И если по закону она не может у вас отобрать ребенка, то она, простите, никогда его у вас и не заберет. Но если вы боитесь ее, хотя бы точно не понятно, чего вы боитесь. Страх – это всегда от незнания. Вот, ну, это так всегда было. Страх – это незнание. Страх – это отсутствие знания. Отсутствие знания и, собственно, понимание определенных причин того, что происходит. Теща боится за своего свекрова? Теща, вот это свекровь, проецирует на него свои какие-то страхи, свои, там, переживания и прочее. Да, она это делает. Она это делает, она, как бы, этим и взяла вас. Где ее, вот эти вот страхи, переходят границу дозволенного? Вот, вот об этом и нужно разговаривать вам с ней. То, что я даже не вам с ней, может быть, с ней это как раз не имеет смысла говорить. А вот с юристом очень даже не имеет. Потому что юрист объяснит вам, что она не может делать. И, возможно, это станет новым началом. То есть, я хочу сказать сразу, что ситуация вот так вот, просто ее не изменить, к сожалению. Да, там, теща очень, вот эта свекровь очень такая, она очень сильная женщина и довольно-таки настойчивая, упорная и так далее. И поможет вам только нестандартный подход к решению данной проблемы, по моему мнению. То есть, во-первых, вы меняете свое отношение к ней вообще, в принципе. То есть, что это значит, меняете свое отношение к ней? Это значит, что вы стараетесь воспринимать ее именно как больного психически неуравновешенного человека. Это первое. Второе. Значит, вам нужно, как я уже сказал, четвертку установить границы. Один раз. Один раз вместе с супругом вежливо, но настойчиво донести до вашей сведрови, что вы хотите, чего вы захотите, что вы позволите ей, чего вы ей не позволите. И все. И пусть она делает с этим что угодно. Еще раз повторю, закон она не нарушит. Ничего она вам не сделает против закона, потому что закон в данном случае будет на вашей стороне. Ну, а если у вас есть личные страйки, то эти страйки нужно рационализировать. То есть, я не думаю, что здесь можно вот что-то вам такое прямо конкретное посоветовать, потому что как таковой, на мой взгляд, психологической именно проблемы здесь нет. То есть, есть проблема взаимодействия с тещей. Есть проблема, что сын не может с ней ничего решить. Это да. Но я полагаю, что вы говорите, что вот сын там, ну, то есть, ваш муж пытался что-то всех сделать, но ничего из этого не получилось. Значит, слова, как бы, свекровь не трогают. Это нормально, она прислушиваться только к себе. И привыкла она прислушиваться только к себе. И с этим, к сожалению, тоже ничего не поделось. Ничего не поделось тем, что она прислушивалась только к себе. Ну, а вы прислушивайтесь только тоже к себе, и все. А вот если у вас есть неуверенность в себе, если у вас есть именно она неуверенность в себе, то это большая проблема для вас. Потому что в жизни, именно в жизни, свекровь – это не такая уж и большая проблема. По сравнению с, ну, вообще, всеми трудностями, опасностями, которые могут вас поджидать. Вот, именно, ну, по жизни вообще. Поэтому это вам лучше понять, чем быстрее, и чем быстрее, тем лучше. Вот. И, собственно, выработайте единую позицию, постарайтесь этой позиции придерживаться, а дальше уже посмотреть, что с игроком вам предложит. То есть, чем она вам реально, по факту, может угрожать. Вот это постарайтесь выяснить. Чем? Что она может сделать? Какого прямо очень страшного для вас? Попробуйте сами себе ответить на этот вопрос. Что это говорит – это угроза. Но подумайте, зачем сильному человеку, коим она себя позиционирует, угрожать вам? Именно сильному человеку зачем? Разве будет сильный человек угрожать? Ну, вот, лично я думал, что нет. Потому что сильный человек понимает свои способности, сильный человек понимает свои возможности. Ему не нужно это делать. А она делает. Почему? Почему? Боится потерять свой сын. Но так это и ее проблемы, не ваши. Я это тоже нужно понимать. Понимаете? Это тоже, в этом тоже нужно отдавать себе отчет. А вы его пока что вроде как не очень сильно отдаете. Потому что боитесь, опять-таки, сам если боитесь. Ну, а бояться здесь, мы, знаете, вот вы боитесь все время, вы боитесь, боитесь, не боитесь. Это ничему хорошему не приводит. И не приведет к сожалению. Не приведет до тех пор, пока вы не смеете качественную свою линию поведения. Не превратитесь из жертвы в равноправного партнера. Ибо никто не давал право объективно вашей свекрови как-то что-то вам указывать и как-то что-то вам управлять и так далее. То есть она это делает до тех пор, вот это вот вы постарайтесь понять. Она это делает до тех пор, пока вы ей это позволяете. Пока вы ей это позволяете, она это делает. А только если перестанете позволять подобное, она Она тут же перестанет это делать. Я думаю, именно так. Я думаю, именно так вам можно ответить на этот вопрос. А если вам мешает что-то перестать бояться, то именно с Абдреком нужно работать. Страх нужно рационализировать. Но это работа не вот такого формата. Это личная беседа с вами. Личная беседа с вами, с молодым человеком. Как, чего, что, почему, чем обусловлено то или иное поведение свекрови и так далее. Вот так нужно работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Наливаю вам всего самого доброго и удачи.